Что по Ведам является семейными ценностями? Самая главная ценность в семье – это духовная жизнь. Вот смотрите, люди должны быть как лебеди. Вот Веды все в сравнении, все понимается. Есть вороны. Вороны, они живут вокруг тем, которые им нравятся. То есть, они карпают друг с другом, летают, на свалках собираются. То есть, они интересуются чувственными наслаждениями. То есть, они хотят клевать различные вещества, предметы, которых наслаждают. Вороны. Карпают друг на друга, летают по свалкам. Постоянно дебошь. Лебеди. Смотрите. Лебеди плавают в чистых местах. Чистых означает, свободных от корысти. То есть, там нет корысти, понимаете, чистое место. То есть, лебеди плавают в одном направлении. Лебеди не смотрят друг на друга и каркают постоянно, недоволен друг другом. Лебеди плывут к Богу в одном направлении. смотрят. Они друг на друга не смотрят. Верность между сердцами, а не между клювами. Понимаете? Не надо искать отношения в беседе, отношения в сердцах у мужчин и женщин. У мужчин и женщин разные. У женщин свое общение, свое окружение, у мужчин и свое. Понимаете? Они разные по природе. У женщин близкие отношения, у мужчин деловые. Но лебеди плавают в одном направлении и плывут вместе куда-то. Когда один лебедь погибает, второй тоже жить уже не может. Потому что они очень верные. Верность в сердцах создается. Не плывут в одном направлении. Чистые птицы. Чистые означает, у них нет эгоизма. Они хотят жить не для себя. Белые означает возвышенный. Есть красный цвет, это цвет страсти. Есть черный цвет, это цвет невежества. То есть белый цвет. Цвет чистоты, ладость. Белые птицы. У лебедя есть три качества, отличающиеся от других птиц. Первое качество. Его перья не смачиваются водой. Он плывет в воде. То есть он живет в обычном мире. Но мысли его чистые и светлые. Перья смазаны жиром, не смачиваются водой. Первое качество. Второе качество. Когда в воде молоко, он берет в клюв его, начинает делать такие вот движения. И молоко на стенках рта оседает, а вода остается в центре. То есть он отделяет молоко от воды. То есть лебедь может истину найти даже там, где ее мало. Понимаете? И третье качество заключается в том, что лебедь, он живет в чистых местах. Если грязь появляется какая-то, он улетает какой-то из этого места. Он не хочет жить в грязи. На санскрите лебедь называется хамса. Есть такое слово на санскрите, которое указывает на святых людей. Парамма хамса. Парама означает высшее качество лебедя. Высший лебедь. Парамма хамса. Высшие лебединные свойства. То есть парамма хамса это человек, который самое лучшее из жизни берет. Самое чистое, светлое из жизни берет. Грязь его не интересует. Нужно учиться атмосферу, лебединную атмосферу в своем доме создавать. Нужно вместо популярных артистов на стенах повесить цветы людей. Нужна духовная музыка, чтобы долго постоянно звучало. Нужно, чтобы одежды были, смотрите, страстные люди очень вычурно ходят. Благостные, опрятненько, спокойненько, чистенько. То есть не то, что они неряшки. Они опрятненько, чистенько, невызывающие. И в квартире обстановка невызывающая, просто спокойная. И там нет каких-то вот таких вот форм, страстные люди. Они создают особую культуру, которая никому не понятна. Какие-то предметы всякие закручены, непонятно. Там какие-то тетки, наполовину мужик, наполовину женщина там стоит. Мужик откуда-то выходит наполовину, вышел наполовину нет. Это все означает неударшиваяся жизнь. Понимаете? То есть какие-то непонятные фигуры, формы. Там черный квадрат, картина, место просто три богатыря. Понимаете? То есть что ты этим хочешь показать? Свою черную квадрату. Что ты имеешь в виду? Что нифига ничего не понятно? Ну, твои проблемы. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что человек должен обставить свою жизнь чистотой. И тогда те, кто соприкасается с чистотой, становятся чистыми. Сделайте атмосферу чистую в своем доме, муж начнет очищаться. Если атмосфера не та в доме, не будет возможности развивать ничего. Человек меняется в результате соприкосновений с чертой. Женщина плотает огромной силой влиять на мужа. Например, если женщина думает о Боге, а не о муже, когда готовит пищу, пища становится освященной. То есть она готовит для удовлетворения Бога пищу. Пища становится освященной. Когда мужчина ест освященную пищу, он приобретает божественные качества. Потому что в пище 50% этих белых жиров и приводят, как говорят врачи. А 50% они не знают, что там есть. Там есть сила духа на 50% и ума человека, который готовит. Например, возьмите одну и ту же лапшу. Одну будет жарить алкоголик, а другую парамахамса. Чистый, возвышенный человек. Ингредиенты те же самые. Время жарки, технологии приготовления ташшан. Лапша будет одинаково вкусной, нет? Как вы думаете? А? Не пробовали, не понимаете разницу? Она будет по-разному совершенно. У парамахамса она будет нектарная. Вы будете кушать, чувствовать счастье небыкновенное. А у человека, который живет грязной жизнью, вас тошнит кушать его пищу. Просто вырвет. Плохо станет вам от его пищи. Понимаете, о чем я говорю? Пища будет дать силой огромный, я не человек. Женщина, которая думает о Боге, готовит, она защищает мужа полностью, просто пищей. А если вы еще стирать белье будете в таком настроении, наденет рубашечку, и все тетки от него будут отлетать. Возле стиральной машинки не надо сидеть. Стирием связанный с сердцем свое. Я же не возле вас сижу, но мы связаны с сердцами, так? Что укрепляет отношения в семье, если дети выросли и создали свои семьи? Это у людей в страсти, дети укрепляют отношения. Это факт. Ребенок рождается, кто такой ребенок? Это человек, от которого идет много счастья. Что делают люди в страсти? Питаются энергией счастья от ребенка. Они берут его целую, полк, мнут его. Ну, такой хорошенький. То есть, наслаждаются просто. Из него выжимают счастье. Когда в Васька попал спирт, его тоже выжимали, пока не сдох. Ну, спирт-то пропадает. Вот так и ребенок тоже, понимаете. Если из него выживает счастье, то он начинает капризным становиться. Потому что родителям ребенок дается, почему от него счастье излучается. Чтоб они заботились о нем, притягивались к нему, чтоб выполняли свой долг. Но если они просто наслаждаются им, то создается, смотрите, какая ситуация. Когда ребенок ведет себя плохо, мы на него орем, потому что это уже нечем наслаждаться. Когда он ведет себя хорошо, мы ему все позволяем. Это воспитание, нет? Нет. Вот ребенок хочет мороженого. Что надо делать? Надо сначала в своем сердце успокоиться, а потом ему сказать с очень твердым и с любовью голосом, мороженого кушать нельзя, уже вечер горлышко заполит. Он скажет, мама, я все равно хочу. Надо дальше спокойно пойти дальше. Называется строгость, но это и есть самое главное – любовь. Некоторые люди думают, любовь баловать. Некоторые люди думают, что если я ору на человека, значит, я его воспитываю. Воспитание означает успокоиться, если любовью сказать. Это воспитание. А если вы с ненавистью говорите, это не воспитание. Если вообще ничего не говорите, тем больно воспитать. Видите, чтобы с любовью сказать, нужна душевная сила. А душевная сила берется откуда-то. Ее невозможно просто взять изнутри. Ее не хватает силы. Мы нуждающиеся. Мы нуждаемся в этой силе. Поэтому надо пополняться каждый день. Так живет правильный человек. Он пополняется. Он не надеется на себя в жизни. Надеется на силу, которая его насыщает, дает ему возможность насытиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова